Идем дальше. Поговорим про Дубаи. Хочу сказать, что у нас есть очень хорошая цена на бюджетные отели. Это Royalton 2 звезды. В этом году он будет у нас на гарантии. Его цена 609 долларов за человека. Это за 7 дней на завтраках. Хочу сказать, что очень бюджетно. Если туристу нужно поехать по каким-то делам или же поехать на шопинг, он может свободно брать этот отель. Он такой неплохой отельчик. Я думаю, что это будет хороший вариант. Также есть апартаменты. Альвара Каббат Плаза находится в Дейре. Тоже можно рассматривать как вариант. Единственное, что в этих апартаментах находится кухня, что очень удобно. Вы можете купить себе продукты и приготовить то, что вам по душе. Cidi Max Bur Dubai 3. Всеми любимый отель. Тоже бюджетный вариант. Работает на завтраках и на полупансионе. Подходит так больше для деловых поездок, для шопинга, для молодых людей, которые едут посмотреть Дубай. И недорого, и недалеко от центра города, где можно посмотреть на самое высокое здание Бурж-Халифа, подняться на 124 этаж, посмотреть 360 градусов на Дубай, на Пальму. Также посмотреть, пройтись по Дубай Молу. Будет чем заняться. Хочу сказать, что данный отель, он размещает двое взрослых и ребенок 5 лет. Это максимум. Также в этом отеле, на крыше есть бассейн, есть также тренажерный зал. И этот отель предоставляет шаттлбасс, бесплатный автобус до пляжа, который называется Джумейра Бич Парк. Так, дальше, отель Ферчендейра 3 звезды. Этот отель будет у нас на гарантии, очень хорошая цена. Что хочу сказать, что этот отель находится в сердце самого Дубая, в районе Дейра. Вот этого отеля находится где-то 1 километр станции метро Юнион, что очень удобно. Прошелся себе до метро, сел и поехал в любую точку Дубая посмотреть на город и посмотреть, какое у них метро. У них очень интересное метро, красивое. И хочу сказать, что у них метро без водителя. То есть не так, как обычно. Вот. У меня сразу вопросик. Отель на гарантии. Что это означает для туристов? У нас гарантированные номера в этом отеле. То есть очень хорошая доступная цена. А я думал, что отель на гарантии, это значит мгновенное подтверждение. То есть если... Это также значит, что и мгновенное подтверждение при наличии. Потому что мы берем конкретное количество номеров. Если на тот период, на который захотят туристы, он будет, это будет моментально. Вот, уважаемые зрители, я прокомментирую, какая практика существует. Обычно вы, когда приходите в агентство, выбрали тот или иной тур, то или иное направление. И вам менеджер говорит, я делаю запрос, давайте ожидаем подтверждения. Подтверждение в среднем, в обычном варианте, это занимает где-то 2-3 часа минимум. А бывает так, что подтверждение аж на следующий день. То есть вы уже забронировали отель, уже заплатили деньги. Но отель могут подтвердить, а могут не подтвердить. Как это делается? Обычно с Украины идет запрос на ту страну. И потом этот запрос возвращается. То есть идет подтверждение, что да, в эти даты есть отель, есть указанный номер, есть указанная система питания, есть перелет. То есть все отлично. Тур уже забронирован, место зафиксирован. А вот то, о чем мы сейчас сказали, это означает, что нет необходимости из Украины делать запрос на тот отель. А уже в Украине известно количество мест доступных и сразу же идет практически мгновенное подтверждение. То есть в течение 15-20 минут вам менеджер скажет, все отлично, номер забронирован, все, можете паковать вещи. Вот что означает номер, точнее отель на гарантии. Или будет гарантированный ответ, что нет места. И такое бывает, это называется отель в стопе. Если вы будете такое слышать, это означает, что авиаперелет в эту местность, то есть в этот город или на этот курорт есть. Но именно в этом отеле, именно на эти даты, соответственно, нет свободных номеров. У меня рекомендация, вы попробуйте там на неделю раньше или на неделю позже посмотреть в этот отель. Обычно бывает так, что номера есть и можно добраться в эту страну. Конечно, самая парадоксальная ситуация, когда на определенную дату есть перелеты, но номера в стопе, то есть отель в стопе, нет номеров в отеле. А на предыдущую дату, допустим, на неделю раньше, отель-то доступен, но нет перелетов. И такие парадоксы у нас бывают. Ну смотрите, сейчас наступает новый сезон, то есть летний сезон у нас традиционный, это Турция, да. А вот сейчас новый сезон, это Египет и Арабские Эмираты, осенью они доступны и там очень-очень классно. Могу сказать, на неделю назад вернулись с Египта, там обалденно, то есть теплое море, жарко, ну ничего не хочется делать, хочется просто отдыхать. Вот, так же и в Арабских Эмиратах сейчас как раз там жара спадает и там очень-очень классно. Вот, я правильно понимаю, что вот этот отельчик как раз, отельчик более рассчитанный на молодежный и шоппинг вариант. Да, совершенно верно. Вот, то есть стоимость 640, я так понимаю, долларов на человека. Долларов, да, на человека. Вот, и он находится в городе, именно в городе Дубаи, комфортно добраться до любой точки, собственно, Дубаи. Но будьте готовы к тому, что пеших прогулок, те, кто любит гулять вечерами, Дубаи не тот город, который предрасполагает к именно прогулкам. Почему? Потому что там как таковых пешеходных дорожек очень мало, есть они только в парках или там в шоппинг-моллах, в шоппинг-центрах. А преимущественно передвигаются все на такси или общественном транспорте. Вот, это нужно себе отметить, уважаемые зрители, то есть если вы выбираете вот, допустим, этот отель, то прогулки возле отеля вам не светят. Вот, заказываете такси или добираетесь до метро, и там уже можете добраться в те центры, где вот там можно погулять. Как есть такая шутка, с какой скоростью двигается ваша жена по торговому центру, 200 долларов в час, да? Вот, приблизительно такая прогулка вам гарантированно обеспечена в этом городе. Итак, городской отельчик Фурчундера, 3 звезды на завтраках у нас. На завтраках, да. Идем дальше. Еще один отель у нас на гарантии. Это Аурис Метро Централ Хотел Апартаменты, 4 звезды. Значит, в этих апартаментах есть кухонька, можно будет приготовить себе что-то покушать, тем более я хочу сказать, что напротив, через дорогу этого отеля есть супермаркет. Он работает 24 часа в сутки. Очень удобно. Класс. Доступно. Что хочу сказать, что рядышком, возле этого отеля есть станция метро, буквально метров 30, если не ближе. Тоже очень удобно, можно добраться в любую точку города Дубая. Также от этого отеля есть шаттл сервис, он возит в Джумейра Вич парк, ходит он через минут 15, каждый через минут 15, нужно будет обязательно записываться. Это обязательно, потому что место в автобусе ограничено, чтобы не было очереди. Пришли на ресепшн, записались на то время, которое вам удобно и поехали себе на пляж. Продолжение следует...